Приветствую всех на нашем канале. Это видео продолжение из серии материалов о детстве Леонардо да Винчи, которое было далеко от идеала. Отсутствие матери, статус небрачного ребенка, сложное отношение с отцом, который ожидал от сына карьера нотариуса. Но несмотря на неблагополучную семейную историю, Леонардо стал известным и востребованным живописцем, еще при жизни и признанным гением. Как в такой неблагоприятной среде мог образоваться настоящий бриллиант? Сегодня мы рассмотрим одну из самых горячих тем, как воспитать ребенка гения и какую роль в этом играет искусство. Многие из нас мечтают о том, чтобы малыш вырос талантливым и успешным человеком, но как это сделать? Разберемся вместе. Для начала задайте себе вопрос, что такое гений? Какие факторы формируют его? Что лежит в основе понятия гениальности? Поделитесь вашим мнением в комментариях, это будет полезно окружающим. И будьте готовы к тому, что в сегодняшнем разговоре для вас могут открыться некоторые неожиданные истины. Понятие гениальности каждый может трактовать по-своему. Однако в широком смысле гений – это человек с выдающимися интеллектуальными способностями, который обладает необычным талантом или способен находить оригинальные решения в сложных ситуациях. Леонардо да Винчи, Сальвадор Дали, Айвазовский, Фрида Калло – эти люди с великими открытиями и творческими произведениями стали источником вдохновения для многих поколений. Но что делает их гениями? Может ли гениальность быть результатом жизненных обстоятельств? Или это черта, которые передаются исключительно по наследству? Давайте выясним. Когда речь заходит о воспитании детей, большинство людей уверены, для того, чтобы воспитать гения, нужны идеальные условия, полная семья, поддержка родителей, высококачественное образование и, конечно, множество кружков и секций. Родители стараются, стараются дать своим детям все лучшее, создавая безопасную и стабильную среду. Сколько раз мы слышали советы, вроде «проводите больше времени с детьми», «поддерживайте их интересы», «обеспечьте им лучшее образование» – все это, безусловно, важно. Но так ли это необходимо для того, чтобы раскрыть гениальность? И может ли быть, что за таким поведением, которое диктует нам общество, скрывается глобальная маркетинговая стратегия, которая призвана вырастить образцовых родителей, а не гениальных детей? Самое распространенное и ошибочное убеждение о том, как вырастить гения, гласит, что гениальность можно запланировать и воспитать. Исследования показывают, что гениальность часто является результатом уникального сочетания врожденных способностей и спонтанного интереса, а не результатом систематического воспитания. Более того, чрезвычайное давление и структурированность могут даже подавлять креативность и инновационное мышление. Второй миф – гениальность зависит от идеальных условий. Мы уже обращались к истории и подтвердили тот факт, что благополучная семья и качественное образование не гарантируют развитие гениальности. Давайте взглянем на историю. Многие выдающиеся художники, такие как Ван Гог или Фрида Калла, вовсе не росли в идеальных условиях. Напротив, они часто сталкивались с трудностями и даже трагедиями, которые оказали огромное влияние на их творчество. Ван Гог, например, страдал от психических заболеваний и бедности, но его работы стали одними из самых признанных в мире искусства. Еще один распространенный миф – гении обязательно должны быть отличниками в школе. На самом деле многие гении имели проблемы с традиционной системой образования. Их креативное мышление и стремление к самовыражению часто не вписывались в рамки стандартного обучения. Они могли быть неусидчивыми, задавать слишком много вопросов. Часто система воспитывает таких детей, как проблемных, не понимая их уникальности и потенциала. Если не идеальные условия и обучение, что же тогда лежит в основе гениальности? Первое. Любопытство и страсть. Основной движущей силой гениальности является неудержимое любопытство и страсть к познанию. Это то, что стимулирует искать ответы и решать проблемы, которые кажутся нелишаемыми. Второе. Трудности и вызовы. Неудобства и вызовы, с которыми сталкиваются дети, могут стать катализаторами для развития их способностей. В условиях стресса и необходимости искать нестандартное решение формируются уникальные умственные способности. Вспомните Фриду Каллу, чьи физические страдания стали мощным источником вдохновения для ее глубоко личных и эмоционально насыщенных картин. Третье. Свобода и поддержка. Важно не столько навязывать детям определенные пути развития, сколько создавать для них среду, где они могут свободно исследовать свои интересы и получать поддержку в своих начинаниях. Гениальность часто рождается не из структуры и планов, а из свободы и хаоса, где настоящий потенциал может проявиться в полной мире. Четвертое. Баланс хаоса и структуры. Так как же воспитать гения? Создать для детей среду хаоса, стрессов, вызовов и отречься от традиционной системы образования? Необходимо найти баланс. Мостик к этому балансу может быть найден с помощью искусства. Пятое. Искусство как путь к гениальности. Научные исследования подтверждают, что занятия живописью способствуют развитию когнитивных способностей. Они тренируют внимание, память и креативное мышление. Дети, занимающиеся искусством, показывают лучшие результаты в обучении и быстрее адаптируются к новым условиям. Татьяна Черниговская, известный нейробиолог и психолог, утверждает, что обучение искусству с раннего возраста может значительно повысить интеллектуальные и творческие способности человека, делая его более адаптивным и способным к решению нестандартных задач. И я вас уверяю, эти дети – другие. Говорит она о детях, которые проявляют интерес к музеям и изобразительному искусству. Рекомендация. Почему нужно заниматься живописью? Первое. Развитие когнитивных способностей. Занятие живописи улучшает внимание, память и аналитические способности. Процесс создания картины требует концентрации и детального анализа, что способствует умственному развитию. Второе. Тренировка креативного мышления. Искусство поощряет детей к экспериментам и поиску. Поиск уникальных решений, что важно для развития творческого мышления. Третье. Эмоциональное выражение. Искусство позволяет детям выражать свои эмоции и переживания, что важно для их психологического здоровья. Четвертое. Адаптивность к новым условиям. Дети, занимающиеся искусством, быстрее адаптируются к изменениям и легче принимают новые вызовы. И пятое. Саморазвитие и самопознание. Через живопись дети могут лучше понять себя и свои способности, что способствует их личностному росту. Подводя итоги, можно сказать, что традиционные подходы к воспитанию гениев далеко не всегда оправданы. Вместо стремления создать идеальное условие, возможно, стоит сосредоточиться на поощрении любопытства, поддержке страсти и создании среды, где дети могут свободно исследовать и развивать свои уникальные таланты. Искусство является мощным инструментом в этом процессе, позволяя детям раскрыть свой потенциал и найти свой путь к гениальности. Гениальность часто рождается не из структуры и планов, а из свободы и хаоса, где настоящий потенциал может проявиться в полной мере. Как приобщить детей к искусству и как раскрыть своего гения взрослому человеку? Об этом вы узнаете в следующих видео. Подпишитесь на наш канал.